МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Елена Керн. Смотрите выпуски. Веста бабушки Чайковский и Калашников. Что успели посмотреть участники Всемирного фестиваля молодежи за три дня? Преступный лов. В Ижевске задержали рыбака за сбыт более полутора центнеров краснокнижной рыбы. Учиться, общаться и обязательно найти работу. В республике стартовал региональный этап чемпионата Ангелимпикс. На южной автостанции Ижевска наконец-то появились навесы. Руководство станции обещало их сделать после того, как часть здания отдали под магазин. Навесы появились, но пассажиров это не обрадовало. Почему, расскажет Роман Вагинов. После того, как здание южной автостанции занял магазин, число мест для пассажиров сократилось в разы. Чуть позднее начали строить вот эти боксы с навесами. Люди ждали, что здесь также появятся дополнительные места ожидания. Но сегодня эти кьески сдаются в аренду. Уже открылась и первая закусочная. Пассажиры жалуются. Обещанное число мест ожидания не увеличилось. Там какие-то, да? Ларьки сделали? Ларьки. Ларьки. Что это? По 17-й. Не. Очень плохо сделали. Очень плохо. Ну, сойти погреться, ну что там? Сколько человек войдет? Сколько? Ну, сколько. Ну, человек 40. А тут весь вокзал. Сколько народу тут? По выходным особо не было. Гойка. Ой, вы что? По выходным вообще тут делается ужас какой. А на кладбище сколько народу? Да, на кладбище едут тоже. Ну, где-то постоять, погреться. От чего лучше стало? Курятник какой-то построили? Никого не построили? Народ-то весь на улице. Мернет, холод, дождь идет. Ну, а что такое? Эта автостанция обслуживает южное направление республики. Можга, Киасово, Ува. Более 100 рейсов в день. Поток пассажиров, особенно в праздники и выходные, увеличивается. В такие пиковые периоды нехватка места ожидания ощущается еще сильнее. Да хуже стало, хуже. Ну, ждать негде. А то на улице холодно. Дожди идут, снег пойдет. Не знаю, как будем ездить. Люди с работы на работу. Мы-то ладно, не часто ездим. Издевается просто над нами начальство. Как надо было сделать? Ну, неужели убрать надо было до магазина этого? Магазин придумали. Строили бы там магазин. Это готовые, это брали у нас и все. В компании автовокзала Удмуртии, куда и входит южная автостанция, сегодня сообщили, что несмотря на многочисленные жалобы, все соответствует федеральным нормативам. На сегодняшний день пассажиропоток среднесуточный не превышает 500 человек в день. Количество посадочных мест соответствует этим требованиям и составляет 16 посадочных мест в зале ожидания. Со стороны Министерства транспорта Удмуртской республики проходила проверка, соответствуя оборудование южной автостанции всем требованиям. Проверка пройдена успешно, никаких нареканий со стороны Министерства транспорта к нам не было. Впрочем, отвечать требованиям еще не значит быть удобным. К тому же задача любого бизнеса – не только создание прибыли, но и социальных условий, считают пассажиры. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». До пяти лет тюрьмы грозит жителю села Каракулино за незаконную добычу и продажу стерляди. Эта ценная и редкая рыба занесена в Красную книгу. Мужчина сбывал пойманную рыбу в Ижевске прямо из машины на парковке одного из торговых центров. При задержании у рыбака изъяли 100 тысяч рублей, механические весы и свыше 160 килограммов рыбы. Возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Осторожно, мошенницы! Ижевские полицейские ищут двух злоумышленниц, которые обманом похитили у пожилой живчанки 200 тысяч рублей. Пенсионерки они представили соцработниками и попросили показать хранившиеся дома деньги. Свою просьбу объяснили проведением денежной реформы. Пропажу денег пенсионерка обнаружила сразу после ухода злоумышленниц. Это преступление действительно квалифицировано по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации. Так называемая карманная кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшей. Всего у нее было 200 тысяч рублей. Пенсионерка говорит, что это женщины примерно в возрасте 30 лет, смуглые, темноволосые, с некоторым акцентом в голосе. И вот в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленниц. Полицейские вновь напоминают быть внимательными. Соцработники и специалисты пенсионного фонда никогда не оказывают услуг на дому, связанных с денежными операциями. Если вы оказались в аналогичной ситуации или владеете информацией о местонахождении мошенниц, сообщите в полицию. В школах республики начались профосмотры. Медики просят родителей не бояться и смело подписывать разрешение на диспансеризацию. Тем более, что в большинстве случаев в поликлинику ехать не надо. Врачи приедут в школу сами. Подробнее Альбина Валикжанина. Тотальную проверку здоровья школьников проводят уже пятый год подряд. Статистика показала, у 20 из 100 подростков, прошедших такой медосмотр, есть серьезный повод обследоваться. Чаще всего выявляем заболевания щитовидной железы, поскольку мы живем в йод-дефицитном регионе. Конечно, очень много нарушений обмена веществ у детей. То есть это дети с ожирением, с дефицитом массы тела. Естественно, мы оцениваем репродуктивное здоровье детей, то есть половое развитие. Но здесь, конечно, патологий не так много. Медосмотр ежегодный, самый большой для 14-летних. В школу выезжают сразу 11 специалистов. От окулиста до невролога. С собой привозят и аппарат для снятия электрокардиограммы. В поликлинике остается только сдать анализы и сделать УЗИ. Онкологическая патология не дает клинике с первых своих моментов. Поэтому УЗИ в этом плане очень большой помощник. Был выявлен узел щитовидной железы, в дальнейшем который оказался онкологическим узлом. Ребенок прооперирован. Конечно, это единичные случаи, но главное, говорят врачи, они могут распознать заболевание на первой стадии его развития. Регулярный медосмотр уже дал свои плоды, отмечают Минздраве. Теперь есть возможность проследить за здоровьем ребенка в динамике. Стало детей больше с первой группой здоровья. Это совершенно здоровые дети. Со второй группой здоровья количество детей увеличилось. Это те дети, которые имеют те или иные функциональные отклонения. Несколько уменьшилось количество детей, которые имеют хроническую заболеваемость. На таком медосмотре ученикам определяют еще и физкультурную группу. В заключении обязательно сделают отметку и дадут рекомендации, в каком объеме можно заниматься спортом. Альбина Валикжанина, Руслан Уриахметов, телеканал «Моя Удмуртия». В честной спортивной борьбе и на интеллектуальном поединке встретились сегодня кадеты из Елабуги, Нижнекамско-Ижевско-Воткинской игры. Турнир «Виват кадеты» прошел в музее Калашникова. Там побывала и наша съемочная группа. Сильная сторона представителей кадетского центра «Граница» – стрельба и все, что с этим связано. Данил Шарабоков подтверждает свой личный рекорд по сборке оружия. На своем автомате 20 секунд. На чужом сложнее? На чужом сложнее, да. Но конструкция-то ведь такая же. Ну, где-то полегче, где-то посложнее. Это уже от старости автомата не развести. Кадеты в российских музеях к этой акции «Музей Калашникова» присоединился в прошлом году. В этом решили продолжить и пригласили на первый интеллектуально-спортивный турнир «Виват кадеты» соседей из Татарстана. Министр культуры региона в свое время служил на границе и уверен, кадеты – это не только элита, но и большая ответственность. В первую очередь молодым парням сюда надо вложить и сюда эти качества, которые будут, наверное, фундаментом, в перспективе для того, чтобы действительно люди готовы были защищать свое отечество. Это не так просто. Первый город – Зуль. Пишите на… Для участников турнира – это пять команд, лекции по истории оружия, экскурсии и викторины. Это с парадными аксельбантами, кадетой из Татарстана. У победителей прошлогоднего турнира преимущество и четкая стратегия. Специально по точкам раскидались первое, второе, там другое, третье, другое, чтобы легче было так. То есть у вас своя тактика здесь уже есть? Да, мы уже здесь второй год, мы, например, уже знаем, как здесь, например, все расходятся, по этим, по витринам смотрят. Оп, ответ нашел, подошел, сказал. Огневой рубеж в тире музея, стафета спасения на водах и сдача норм ГТО. И это еще не все. На турнире вспомнили славную вековую историю кадетского движения и включили в программу мастер-классы по арт-фехтованию и танцам. Все согласно девизу акции «Хранители Отечества, хранители культуры». Елена Керн, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртия впервые встречает «Амбилимпикс». Это национальный чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями. Сегодня стартовал региональный этап участников, более трех десятков студентов и специалистов со всей республики. Перспектива явно есть, вы видите, потребность у ребят есть. Это должно быть востребовано. Конечно, это старт, конечно, это развитие. Здесь очень большая площадка для общения. Где-то, может быть, они встретятся с своими будущими работодателями. Либо выберут еще какие-то учебные заведения для себя. Конечно, это поле широкое очень для деятельности. Конкурс проводится по пяти компетенциям. Поварское дело, торговля, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание автомобилей. И учитель начальных классов. Бонус конкурса – трудоустройство всех его участников. Это один из главных принципов национального чемпионата профмастерства. Чайковский и Калашников – два всемирно известных имени, ради которых приехали в Удмуртию иностранные студенты. Сегодня завершился визит в республику участников 19-го Всемирного молодежного фестиваля. Ксения Мороз об игре на крейзах, студентах и ижевских автомобилях. Моросящим дождем встретил Воткинск участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Впрочем, это была только погода. Сама встреча с историей и творчеством Чайковского получилась теплой и душевной. Наконец-то город Чайковская, дом Чайковского. Самый известный композитор в мире. Я хотела посмотреть, где жил самый известный композитор России Петр Ильевич Чайковский. Это очень красиво и очень интересно, чтобы посмотреть, где он жил. Музыка Чайковского гостей окружала с самого момента приезда в город. На концерте, который подготовили воткинские музыканты, она сливалась с национальными мотивами. Здесь же ребята попробовали сыграть на традиционных удмуртских инструментах. Ансамбль «Сайкан» едет с ними в Сочи. Буду рассказывать всем, что в Ижевске и в республике Удмуртия самый душевный народ, который я когда-нибудь видел. Бесподобный народ, бесподобные песни. Когда сегодня я видела в музее, что были наши иностранные гости там, и какие были у них глаза, я вроде там уже была несколько раз, но у меня даже слезы навернулись от того счастья и гордости, что мы это им показываем. Веста – официальный автомобиль молодежного фестиваля. Как он рождается, студентам показали на заводе в Ижевске. Большой интерес у иностранцев вызвали полувековые разработки ижевских конструкторов. Я удивлен, что этому автомобилю более 50 лет. Я посмотрел модель, материалы, и хочу сказать, что это современный модный автомобиль. Если его сейчас вывести на рынок, он будет продаваться. Мне нравится дизайн, формы. Это потрясающий автомобиль. Визит в Удмуртию завершился в музее Калашникова, чье имя знает каждый участник делегации. На память об Удмуртии останутся сотни фотографий и новые слова, которые студенты учили все три дня. Тау – это спасибо по-сербски, это хвала. И добро пожаловать по-сербски, добро дошли. По-удмуртии один момент – чач-буреч. Мы кушаем! Ксения Мороз, Илья Дериндеев, телеканал «Моя Удмуртия». В зоопарке Удмуртии заканчивается прием от населения, даров природы, излишков урожая. Ягоды, фрукты и овощи замораживают для животных. Это не просто корм. Для белых медведей, например, морозят даже арбузы. Для гигантов севера – это самое изысканное лакомство. Все подробности рациона и жизни медведей в зоопарке – в нашем материале. У отдела «Белый север» в зоопарке Удмуртии, как всегда, многолюдно. Две пары самых крупных хищников зоопарка – Айоны Думка и подростки Балу и Забава – чувствуют себя как дома. Круглый год для них вольер с бассейном, пляжем, айсбергами и даже горами. Уже год гиганты севера под опекой нефтяной компании «Роснефть». За это время на средства, выделенные компанией, сделали капитальный ремонт уличных зон, отремонтировали бассейн, восстановили водопады и обустроили вольеры. За последнее время у «Белых медведей» изменилось очень многое. Благодаря помощи «Роснефти» мы отремонтировали полностью все внутренние боксы у «Белых медведей». Заменили там полы, плиткой выложили все, установили новые видеокамеры и в коридорах комплекса, и в боксах у «Медведей». То есть сейчас мы можем в онлайн-режиме наблюдать за жизнью белых медведей. Теперь возможно даже заглянуть в берлогу, где любимица всего зоопарка «Думка» кормит долгожданную двойню. Малыши у «Белых медведей» рождаются крошечными, всего по полкило, и требуют особенной заботы и внимания. Благодаря нефтяной компании «Роснефть» под контролем зоотехников весь процесс родов, воспитания малышей, их первые шаги и первые игры. Впрочем, играть «Медведи» любят к восторгу посетителей в любом возрасте. Игрушки для них нужны очень разнообразные, потому что быстро надоедают. И сами понимаете, медведь – животное огромное, крупное, то есть он все ломает. Вот, к примеру, могу вам показать. Вот новая ведерко. И вот что из него остается после того, как медведи им поиграли. Ванна детская тоже была использована раньше для размораживания рыбы. Пришла немножко в негодность, не выкидываем. Зимой отдаем медведям, они на ней катаются с горки, как на санках, это все похочешься. На комплексе у нас есть морозильная камера, в которой мы замораживаем игрушки, корма. Вкусные игрушки. Это у нас компот, черная смородина, джем, разнообразные тыквы, овощи, ягоды. Замороженный компот – особенное лакомство. За сезон две пары медведей съедают до полутонны ягод, в том числе замороженные арбузы. А еще в рационе мясо, живая рыба, которую зоотехники выпускают прямо в бассейн, овощи, каши, зеленые ветки и даже кефир. Все разнообразие рациона и среды обеспечивается в соответствии с программой опеки белых медведей в зоопарках России, по которой нефтяная компания «Роснефть» опекает всех белых медведей, которые содержатся в 15 зоопарках России. Бережные условия содержания белых медведей в зоопарках помогают складываться новым медвежьим семьям. Сегодня в зоопарке Удмуртии вновь надеются на прибавление. Елена Керн, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Столица Удмуртии и наша телерадиокомпания готовятся к шестому ежегодному конкурсу национальной эстрады «Элькуновиденье». Сегодня музыканты и вокалисты из 19 сельских районов и городов республики узнали, в каком порядке они выйдут на сцену во время основного отборочного раунда. «Жеребьевка» состоялась в прямом эфире радио «Моя Удмуртия». «Жеребьевка» – это волнительный момент, прежде всего, для участников, поскольку после данной жеребьевки определится порядок выхода на сцену в ДК «Аксион» участников на втором этапе. После этого пройдет третий заключительный этап уже на телеканале «Моя Удмуртия». Мы его посвящаем Дню государственной эстрады «Моя Удмуртия» и Дню рождения телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Это будет 4 ноября. Основной отборочный раунд пройдет 21 октября. В финале примут участие 12 лучших исполнителей. И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте myudum.ru. До встречи.